Всем по привету, мои дорогие зрители и подписчики! С вами я, как всегда, Сладкая Ешка. Сегодня мы посмотрим видеоролик по геомедри-дэш. Называется он Ошибки гедэшеров. Но перед просмотром хочу вам напомнить, что у меня есть бусти, где реакции выходят намного раньше, чем на ютубе. Ссылочка будет в описании. Ну что ж, ребят, я являюсь тоже гедэшером, и я хочу узнать наши ошибки с вами. Ставим лайки, подписываемся. Всем приятного просмотра. В этом видео мы поговорим про ошибки гедэшеров. Подождите, вы, наверное, заметили, как... Так, фонг зачетный. Какая красивая превьюшка. Я сделал мне Азори. Сразу говорю, он не новичок. Он также сделал превьюшки Гранду. ДС в закрепленном комментарии. Ну а мы погнали. Первое. Неправильный выбор хардеста. Допустим, игрок... Ну это да, согласен, да. ...прошел Суперсоник и подумал, что усилит катаклизм. Но во время прохождения он просто задротит уровень фарма попытки. При этом не получая ни скилла, ни удовольствия. В конце концов, он либо добьет его за 50-60к попыток, либо дропнет его. А может быть даже и ливнет из игры. Так что никогда не шлюкайте. Второе. Неправильная тренировка. Например... Ну тренинг я тоже не особо умею, да. Например, вы начинаете тренировать уровень. И плохо его натренив, вы идете играть с нуля. Бивая десятки тысяч попыток. Чтобы правильно натренивать уровень, нужно много раз повторять прогрессы. Например, вы поставили 70-100 на уровне. И хотите поставить прогресс 50-100. Но вы не тянетесь за этот прогресс, ибо вы не закрепились после части на 70%. В этот момент повторите 70-100 несколько раз. Тогда вы закрепитесь на этой части и сможете... Понятно. ...осилить друг друга. Идем дальше. Третье. Неприятный вам уровень. Не выбирайте те уровни, которые вам... Ну блядь, если так посудить, они все неприятные. Хе-хе-хе-хе-хе. ...нравится. Если будете в них играть, то раны... Ну например, вот такой, да. ...или поздно вы их дропнете. Четвертое. Уровни на одном режиме. Не проходите уровни на одном режиме. Чтобы поднять свой скилл, выбирайте разнорежимные уровни. Не зацикливайтесь на одном режиме. Вам от этого лучше не станет. Для того, чтобы лучше играть на определенном режиме, проходите челленджи. Пятое. Бомбеж на сливах. О-о-о-о. Особенно 90, 93, 7, 8. Не нужно бомбить на сливах. Ведь бомбеж это резкий выброс эмоций. И когда у вас заканчиваются эмоции из-за бомбежа, вы уже не сможете добить уровень. Из-за вашего состояния. Только не в тот день. Также я хочу сказать, что у нас теперь появилась своя тема. Экспо-тим. Там мы будем разоблачать читеров. Давай, жду видос про Space UK и про Фаука. Дорогие мои зрители и подписчики, что вам хочу сказать насчет данного видеоролика. Ну, в принципе, видеоролик реально информативный, реально прикольный, с хорошей информацией. Также и вы мне многие говорили, что неправильно тренишь, там еще что-нибудь. В принципе, прикольно получилось. Что вы думаете по этому поводу, пишите свое мнение в комментарии насчет моей реакции и мнения насчет данного видеоролика. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Не забывайте, что у меня есть бустик, где реакции выходят намного чаще, чем на ютубе. Ссылочка будет в описании. Также присылайте идеи для реакций на гугл форму, либо через донатик, чтобы было быстрее. Но напомню, что на гугл форме уже 500 с плюсом идей. Всем желаю добра, бобра, демон, демона, экстрим-демона. Не совершайте ошибки. И всем пока-пока.